Добрый вечер! В эфире Наши новости. В студии для вас работает Анастасия Шерстобитова. Сегодня вторник, 8 декабря. Мы работаем в прямом эфире и вот о каких темах сегодня пойдет речь. Вакцинация от коронавируса стартовала, а вы готовы стать одними из первых? Сегодня узнаем мнение жителей города на этот счет. На ринге сильнейшие. Соликамские кикбоксеры возвратились с победами из всероссийских соревнований. И два года в эфире в новом формате. Телекомпания Своё ТВ празднует свой день рождения. Познакомимся поближе с теми, кто каждый день с микрофоном. И начну со срочного сообщения. Буквально только что стало известно, что написала заявление на увольнение заведующей отделением детской хирургии краевой больницы имени Вагнера врач высшей категории и уважаемый детский хирург с 30-летним стажем Лариса Гурьянова. По неофициальным данным, решение уйти по собственному желанию она приняла из-за невыносимой обстановки, созданной руководством больницы. Об этом сообщают наши коллеги из газеты «Березняковский рабочий», ссылаясь на личный разговор с врачом. Стоит отметить, что это уже не первое подобное громкое заявление. Недавно мы рассказывали о непростых взаимоотношениях с руководителем и сотрудниками роддома. Разбираться, почему в сложной эпидемиологической ситуации утекают ценнейшие кадры, мы продолжим завтра. А пока к другим темам выпуска. Жители Прикамья смогут сообщить о длительном ожидании терапевта на портал «Управляем вместе». Если вызвали врача домой, но доктор не идет больше суток, можно оставить сообщение на данном портале в разделе «Доступность здравоохранения». На сайте правительства Пермского края заявляют, что все опубликованные обращения граждан будут направлены главным врачам медучреждений для проверки и принятия соответствующих мер. Также для жителей Пермского края на портале «Управляем вместе» функционирует раздел «Коронавирус». Любой зарегистрированный пользователь может сообщить о высоких ценах на защитные маски, их отсутствие в аптеках, о несоблюдении заведениями края, санитарно-эпидемиологического режима, завышении цен на социально значимые продовольственные товары, а также об отсутствии товаров первой необходимости в объектах розничной торговли. А вот и первые прививки. Накануне в Пермский край самолетом доставили партию вакцины от COVID-19 в количестве тысячи доз. Первыми привелись сотрудники Центра по профилактике и борьбе со СПИД. Для достижения стойкого эффекта через 21 день прививку надо будет повторить. Поэтому в Прикамье ждут поступления новой партии вакцины. Отметим, что прививки будут делать на добровольной основе, однако многие жители Верхней Камья согласятся ставить вакцину в числе первых. Мы не будем прививаться. А почему так? А зачем? Думаю, что нужно. А почему? Надо, наверное, прививаться, чтобы не было роста вот такого вот большого, скажите мне, заболевших. Ну, не знаю, вообще-то полезное дело, наверное. А сами не прививаться будете? Возможно. Конечно. А теперь криминальные повестки. Две пенсионерки и мама с ребенком. Всех этих женщин объединило одно несчастье, а точнее один прикамский преступник. 19-летний молодой человек напал на женщин ради наживы. Все подробности традиционно в патрульной рубрике. С нами на связи моя коллега Елена Белкина. Всех приветствую. Первое свое нападение юноша совершил в конце октября на улице Чапаева в Краснокамске. Его жертвой стала 65-летняя женщина. Он вырвал у нее сумку прямо из рук и скрылся. Среди похищенного оказались сотовый телефон, зонт и кошелек с деньгами. Но, по всей видимости, такого улова молодому преступникам показалось мало. Двумя днями позже он вновь решился на ограбление 54-летней женщины. И на этот раз действовал более жестоко. Повалил потерпевшую на асфальт и, применяя насилие, вырвал сумку. Но в ней оказалось пусто. Тогда юноша, по всей видимости, разозлился и через пару минут набросился уже на прохожую с ребенком. Молодая мама попыталась оказать сопротивление, но налетчик достал нож и порезал ей руку. Самое страшное, что 19-летний парень даже не раскаивается. Что вы сделали? Угрожая ножом, отнял сумку. И не жалко вам было женщину? Нет. Благо все остались живы и здоровы. Ну а злоумышленнику теперь предстоит оказаться на скамье подсудимых. На данный момент расследование в отношении него завершено и уголовное дело направлено в суд. Молодого человека обвиняют сразу по нескольким статьям. Тем временем Березняковский полицейский просит откликнуться прикамцев, которые могут знать подозреваемых в совершении кражи. Инцидент произошел еще 7 октября около 3 часов ночи в офисе Сбербанка на юбилейной 127. Незадолго до того, как у банкоматов появились эти девушки, там один из граждан по рассеянности оставил свой мобильный телефон к Xiaomi Redmi 8A. На кадрах видно, как они обнаруживают смартфон и благополучно с ним скрываются. Если вы узнали подозреваемых, просьба обратиться в полицию или по телефону, который сейчас на экране. На этом патрульную рубрику завершу. Настя, передаю тебе слово. Спасибо, Лена. Тем временем, сегодня стало известно, что из-за активного распространения коронавирусной инфекции Роспотребнадзор продлил действия санитарных правил в школах и детских садах. Праздничных елок в том виде, в котором мы привыкли, не будет ни в этом году, ни даже в следующем. До конца 2021 года запрещены массовые мероприятия с участием представителей разных классов, групп и отрядов. Больше актуальных новостей узнаем из рубрики «В двух словах». Новые правила противопожарного режима вступят в силу в 2021 году. В основном пункты коснутся владельцев недвижимости. Собственникам квартиры в жилых домах нельзя будет эксплуатировать газовые приборы без предварительного технического обслуживания. Причем диагностика будет проводиться за счет жильцов. Также со следующего года жильцам многоквартирных домов запретят располагать свои вещи на чердаках и цукольных этажах и оставлять без присмотра непотушенные сигареты на балконах. В случае нарушения предусмотрен административный штраф в размере до 5000 рублей. Тем временем Пермский театр оперы и балета имени Чайковского отмечает юбилей 150 лет. За эти годы был покорен практически весь мир, завоевано множество наград и создана сильнейшая хореографическая школа. В годы Великой Отечественной здесь принимали трупы Мариинского театра, а наши артисты выступали на сценах малых городов Прикамья. А в 65-м году гостями культурного учреждения стали знаменитые космонавты Алексей Леонов и Павел Беляев. Сегодня Пермский театр стал поистине одним из самых узнаваемых брендов Пермского края. Жители Усолья, Орла, Железнодорожного и Романова приглашают на бесплатный просмотр фильмов в социальных кинозалах. Кинопоказы и, конечно же, дальнейшие обсуждения состоятся в домах культуры каждого поселка. Расписание сеансов вы видите сейчас на экране. Убедительная просьба не пренебрегать средствами индивидуальной защиты и соблюдать социальную дистанцию полтора метра. Приятного всем просмотра! Четверо березняковцев вошли в состав молодежного резерва Пермского края. Это очередное достижение березняковской молодежи. Ранее на этом конкурсе уже громко звучали имена наших земляков. Кто стал лучшим из лучших и что их ждет в ближайшем будущем, узнавала наша Любовь Битнер. Анастасия Горбачева – одна из тех, кто попробовал свои силы в краевом конкурсе «Молодежный резерв Прикамья-2020». И у кого все получилось. Теперь девушка в составе краевого резерва. За спиной у нее уже есть опыт работы с молодежью и немалый. Ведь она возглавляет краевую ассоциацию работающей молодежи – Березняковский молодежный парламент. А состоит там с 2007 года. А также Анастасия – депутат Березняковской городской думы седьмого созыва. Важно однозначно. Это пригодится мне в моей депутатской работе. И именно поэтому я выбрала направление благоустройства и комфортная городская среда. Использую социальные сети, информационные ресурсы. Заполнила заявку. Прошла необходимые испытания, конкурсные отборы. По результатам первого этапа прошла во второй. Там уже была деловая игра очна. Участники должны были заполнить анкеты и направить видеопрезентацию о себе. В итоге 120 человек смогли пройти во второй этап, где их ждала проблемно-аналитическая деловая игра. Проходить испытания участникам предстояло по девяти приоритетным направлениям. Также решился поучаствовать и прошел и Ренат Мухарямов. Ренат работает в сфере молодежной политики в Березняках с 2017 года. На данный момент является заведующим отдела по делам молодежи. И этот конкурс стал для молодого человека очередной ступенью на карьерной лестнице. Молодежный результат Прикамья – это достаточно интересный конкурс в плане выявления лидеров по всему Прикамью. Именно лидеров по своим направлениям. Это тоже и молодежная политика, и благоустройство, и патриотика в том числе. Мне было интересно увидеть саму механику проведения конкурса. Как он выглядит изнутри, для того, чтобы какие-то интересные истории оттуда взять и привезти в город Березняки. От Березняков стали победителями четыре человека. Помимо Анастасии и Рената в число лидеров вошли Полина Апутина и Алексей Барашков. А участвовало в конкурсе около тысячи человек со всего Прикамья. Главными условиями были возраст до 35 лет, высшее образование и активная жизненная позиция. Самая острая конкуренция развернулась между участниками направлений экономика, промышленность, финансы, бухгалтерский учет, закупки, земля, налоги, молодежная политика, спорт, культура, туризм и образование, управление. По ним заявилось наибольшее количество участников, и борьба оказалась действительно серьезной. Впервые конкурс «Молодежный резерв Прикамья» состоялся в 2018 году. Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин подчеркнул значимость молодежных инициатив для развития региона. Пермский край – это территория развития молодежи. Территория, которая должна быть комфортной для проживания молодежи. Для нас имеет ключевое значение видеть инициативы, которые вы проявляете. Результаты конкурса с фамилиями победителей размещены на сайте губернатора и правительства Пермского края. А также участникам финала направлены индивидуальные отчеты по личностным и управленческим компетенциям с рекомендациями по их развитию. Торжественное вручение дипломов победителям будет организовано после снятия ограничения на проведение массовых мероприятий. Ну а всех победителей ждет годовая программа развития, которая включает в себя обучающие мероприятия, вовлечение в деятельность органов власти и Пермского края. Уже в декабре 2020 года участники конкурса бесплатно смогли посетить семинар бизнес-тренера Павла Сивожелезова «Управленческое мастерство. Ключевые навыки». А также уже сформирована группа, которая пройдет бесплатную профессиональную переподготовку в Малой Академии Государственного управления по специальной программе подготовки управленческих кадров. Любовь Битнер, Александр Зибзеев. Наши новости. Дрова или газ? Выбор очевиден. Все больше жителей частных домов задумываются о газификации своих жилищ. А регион стремится увеличивать темпы в решении этого вопроса. Так, к 2025 году возможность пользоваться газом получат жители более 10 тысяч домовладений. Подробности в сюжете наших пермских коллег. Это рекордные цифры для нашей территории. На связи с краевым центром Осинский округ более 700 домов получают возможность подключить газ, голубое топливо для территорий. Вопрос номер один. На заседании регионального правительства можно подводить итоги и строить планы. Упор будет сделан на сельские населенные пункты, где уровень газификации пока ниже. Общие показатели 2020 года таковы. Построено 39 газопроводов для 9 тысяч домохозяйств. Сумма финансирования превысила 2 миллиарда рублей. Из них краевых 520 миллионов. Ура, товарищи! Вот так газ приходит в деревни и села Факел. Это демонстрация того, что сети готовы к эксплуатации. В готовности убеждаются и местные жители. Фаек Барсаев газовым котлом запасся загодя. Эта зима будет отличаться от предыдущих. Хлопот меньше. Зимой из печки отопливали. Сколько дров заготавливали? 18 кубов. Дмитрий Махонин поручил максимально использовать возможности по снижению стоимости и упрощению процедуры подключения. Кроме того, подчеркнул, что в крае уже действуют разные механизмы, помогающие людям сменить печь на плиту. Газовую трубу доводят до стендома. Компенсации льготникам. При этом жителей надо активнее информировать об этих возможностях. За 2017-2019 год помощь получили более 2000 семей. Найти цели на правильность бюджета Пермского края более 82 миллионов рублей. Что касается планов, они масштабны. На ближайшие пять лет глава региона Дмитрий Махонин и председатель правления Газпрома Алексей Миллер подписали программу газификации, благодаря чему возможность пользоваться газом получат жители 10,5 тысяч домовладений. Газ – это самое дешевое экологичное топливо, и это увеличение благоустройства наших населенных пунктов и конкретных домовладений. И, естественно, что газ ждут во многих домах, во многих поселениях. Газовики намерены вложить в край почти 9 миллиардов рублей. Это в разы больше инвестиций прошлой пятилетки. Построить 24 межпоселковых газопровода общей протяженностью порядка 500 километров. При Каме со своей стороны обязуется поставить почти 400 километров внутрипоселковых коммуникаций. При этом все озвученные параметры – вариант не окончательный. Краевые власти готовы продолжать переговоры с газовиками, увеличивая количество коммуникаций. Сегодня праздник для всех любителей прекрасного. 8 декабря во всем мире отмечается День художника. А пока предлагаю посмотреть архивы наших новостей и узнать, какими интересными событиями запомнился этот декабрьский день березняковца. Рубрика «День в истории». В этот декабрьский день в 2014 году юные березняковские спортсмены продемонстрировали силу воли и твердость характера. Тогда впервые состоялись соревнования для детей-инвалидов в спортивной школе «ТЭМ». И для них это были не просто веселые старты, а самый настоящий праздник. Ведь большинство из этих ребят не учатся в школе и не гуляют со сверстниками. Много времени им приходится проводить дома, а поэтому каждая встреча – в радость. Нынче зима бесснежная, по крайней мере, ее начало. Не то, что в 2015-м. В этот день, ровно пять лет назад, в Березняках из-за аномальных снегопадов, как на дрожжах, росли сугробы. Тротуары превратились в тропки, а от двухполосных дорог осталась одна колея. Из дворов могли выбраться только самые опытные водители. Двухдневный снегопад в буквальном смысле заставил коммунальщиков схватиться за головы. Ну а три года назад, 8 декабря, серьезные изменения коснулись сферы здравоохранения. Именно в этот день региональные и местные власти обсудили вопрос открытия краевой больницы в Березняках. Тогда все подразделения второй городской планировали разместить под одной крышей, а здание стационаров на Деменево и вовсе освободить. Переезда ждали и детские больницы. На сегодняшний день часть этих планов реализовалась. Но что-то осталось только на уровне разговоров. Юниоры пробуют себя. В баскетболе чрезвычайно важны первые выезды команд на всероссийские состязания. Ведь это первое официальное соревнование, так сказать, проба-пера для юных спортсменов. Вот и 12-летние баскетболисты из клуба «Калий Баскет» совсем недавно вернулись с дебютных игр. Своими эмоциями они поделились с нашей любовью Битнер. Эти мальчишки еще только осваивают азы баскетбола. Некоторые занимаются третий год, а кто-то и вовсе пришел в этот спорт лишь год назад. А совсем недавно они вернулись со своих первых всероссийских соревнований. Игры проходили под Нижним Новгородом в начале декабря. И пусть призовых мест наши ребята не заняли, самоучастие на столь высоком уровне – уже результат. Можно сказать, впервые попробовали себя в профессиональном спорте. Самое серьезное соревнование в моей жизни было. Очень, да, очень волнительно. Первый раз. Мы играли с Нижним Новгородом, с Казанью, с Балахной. Это у нас Москва была. Пенза. Но самая захватывающая игра у нас была с Пензой. У нас там был отрыв 2 очка или 0. Или мы сравнивались. Как правильно дать пас и забить мяч в кольцо, учит ребят тренер Иван Мальцев. Выступление своей команды на межрегиональных соревнованиях первенства Приволжского федерального округа среди юношей до 14 лет оценивает так. Его подопечным немного не хватило игрового опыта, соревновательной практики с сильными и хорошо обученными командами. Но то ли еще будет. Замечу, что традиционно помогает с выездами юным баскетболистам компании «Уралкалий». Благодаря поддержке предприятия более полутора тысяч юных спортсменов могут бесплатно заниматься баскетболом и совершенствовать свои навыки игры. Где-то, может, чуть-чуть опустили руки, когда надо было наоборот собраться. А в целом у ребят все получается, у них есть техника, тактика у нас тоже была. Ну просто, может быть, где-то не хватило опыта и чуть-чуть испугались, что первые соревнования такие крупные. Да это не то, что важно. Я думаю, без «Уралкалия» у нас бы вообще не получилось ни выездов, ничего. То есть мы полностью от них зависим, за что им огромное спасибо. Мы жили в хороших условиях, питались хорошо. Вот это все за счет «Уралкалия» был. Также тренер уверен, ребята первый раз участвовали в соревнованиях подобного уровня. А это значит, что победа еще впереди. Самоучастие в межрегиональном этапе первенства России – это огромный опыт в начале спортивного пути юных баскетболистов. Впереди тренировки и подготовки к достижению новых спортивных высот. Любовь Битнер, Александр Зевзеев. Наши новости. И еще об одном спортивном достижении. Соликамские кикбоксеры снова на коне спортивных побед. 2020 год они завершают громкими победами. Недавно они привезли золотые медали из Екатеринбурга с профессиональных боев на соревнованиях. Поздравила сильных парней и наша съемочная группа. Профессионалы с Соликамского кикбоксинга вновь заявили о себе. 28 ноября на боксерский ринг всероссийского турнира вышли Виктор Михайлов, Валерий Безяев и Сергей Пономарев. Именно Пономареву удалось удивить судей всероссийского соревнования и попросту разбить на голову своего соперника Михаила Сартакова из Новосибирска. Ну, профессиональный бой всегда такое испытание для спортсмена. Это подготовка и сам настроение. То есть, немножко другое тут, не то, что любительские соревнования, немножко другой настрой. Поэтому старался очень серьезно настраиваться на поединок. Волнение присутствовало, как очень и всегда, но, слава Богу, все получилось. Как сообщил тренер шор-олимпийц и старший тренер юниорской сборной России по фулл-контакту Сергей Матвеев, который готовит наших спортсменов, в этом году сингапурская организация One Championship проводила первый турнир по кикбоксингу в России. Шоу прошло в Екатеринбурге, а партнером выступила промоутерская компания Firefight. Турнир получил название Road to One, а бойцы сражались за контракт с One. Все ребята показали очень яркие и динамичные поединки. Двое из представителей Валерий Безяев и Сергей Пономарев одержали победы, причем Валерий Безяев одержал победу нокаутом, то есть ярким таким. Сергей Пономарев разобрался просто, скажем так, как комментаторы говорили, в одну калитку с Михаилом Сартаковым. Кроме того, стоит отметить, что поездка соликамских кикбоксеров состоялась благодаря финансовой поддержке компании Уралкалий. Именно калищики обеспечили питание и проживание спортсменов. К слову, помогают они не в первый раз Соликамскую федерацию кикбоксинга, которой, кстати, скоро исполнится 10 лет, Уралкалий поддерживает уже традиционно на протяжении всего этого времени. Помогая успешно выступать на соревнованиях всероссийского и мирового уровней. В этом турнире приняли участие 26 бойцов из России и Белоруссии, четверо из которых разыграли между собой контракт по системе Гран-при. Все участники поединков вошли в число сильнейших полулегковесов «Файфайт». Анастасия Шерстабитова, Любовь Битнер. Наши новости. И в заключение выпуска. Соликамск, Березняки, Александровск, Кизил, Яйва. Уже без малого два года главный телеканал «Верхний Камья» делает новости и телепроекты для вас, наши дорогие зрители. Напомню, 12 декабря телеканал «Свое ТВ» празднует свой день рождения. И сегодня мы расскажем о наших коллегах, которые каждый день трудятся, чтобы вы точно и в срок получали проверенную и актуальную информацию. Каким должен быть идеальный телевизионный работник? Креативным? Уверенным? Стрессоустойчивым? Отвечаем. Все вместе. И ребята, и «Свое ТВ» именно такие. Каждый день команда телеканала решает самые разные задачи. Написать и смонтировать сюжет – легко. Выйти в прямой эфир – с удовольствием. Организовать прямую трансляцию мероприятия – не вопрос. Вот как, например, сегодня – финал городского конкурса педагогического мастерства «Паруса успеха» зрители впервые наблюдали в режиме онлайн. И все благодаря «Свое ТВ». Вообще прямой эфир – это жизнь. И ритм этой жизни задаем не мы. Все, что должны делать мы, а мы, я здесь подразумеваю, вообще медиа, это успевать, это действовать в такт, ну, другими словами, соответствовать запросам аудитории, тех людей, ради которых мы работаем. И если эта аудитория сегодня приходит на мероприятие и тут же делает фоточку в Инстаграм, то мы уже не имеем права просто с этого события делать новость в вечерний выпуск. Поэтому сегодня мы так активно работаем в соцсетях, поэтому мы делаем прямые трансляции регулярно, и поэтому новостей стало в четыре раза больше на «Свое ТВ». Для любимых зрителей 24 часа в сутки трудится молодая амбициозная команда. И Лени Белкиной, к примеру, всего 21 год. Но несмотря на столь юный возраст, Лена уже один из лучших корреспондентов телекомпании. Она не только пишет захватывающие сюжеты, но и ведет собственный проект «Точка роста». Кроме того, с недавнего времени Белкина – ведущая и продюсер дневных новостей. Однако жизнь могла распорядиться иначе, и жители Верхникамья могли так и не узнать нашу голубоглазую красотку. Вообще я порядка 10 лет занималась танцами, и хотела, чтобы все-таки моя будущая профессия была связана с творчеством. Поэтому рассматривала вариант хореографа, потом даже хотела стать актрисой. Но в итоге все-таки в 11 классе пришла к выводу, что может быть попробовать журналистику. И мой наставник Екатерина Потехина поддержала. Я тогда даже успела поработать в газете, но на сегодняшний день уже на «Свое ТВ». Это, конечно, был тоже тернистый путь, но это уже совсем другая история. Анастасия Шерстобитова – еще один молодой, но при этом высококлассный специалист. В свои 24 года Настя уже стала продюсером новостей. Журналистика я и правда грезила с детских времен. Например, в школе у нас с инициативной группой уже получилось открыть небольшую студию новостей. Мы выдавали новости каждый месяц. Затем случилась стажировка на «Березники ТВ» в возрасте 13 лет. Это было обучение высшее образование, тоже по специальности журналистика. И сейчас это телекомпания «Свое ТВ», где мы творим, где мы развиваемся и делаем лучшие новости верхниками. Есть в нашей команде и люди, хорошо знакомые, телезрителям уже много лет. Ольга Максименко живет в телевизионных экранах уже 12 лет. Наша шикарная телеведущая новостей была автором таких проектов, как «Истории успеха», «Город с характером» и «Новости наших предприятий». Этим летом Оля уже вместе со своим сынишкой Колей вела проект «Свое расписание». Кроме того, Ольга – музыкант и композитор. Ее песни даже крутят на радио. А еще мы гордимся нашей Лерой Оносовой и хотим, чтобы и вы погордились. Лера меньше года в команде «Свое ТВ». В свободное от работы время наша Лера занимается таким жизненно важным делом – участвует в поисках пропавших людей. Спит, спит. Она очень боится. Где мама? К примеру, именно Лера участвовала в поисках двухлетней малышки в лесу этим летом и оперативно передавала нам информацию. Мы чтим и бережно храним память наших предков. Безусловно, в каждой семье есть свой герой. А это наша Алина Багрянская – живой пример того, что быть красивой и одновременно умной девушкой – это реально. Алина пришла в телекомпанию сразу после окончания школы. Своим трудом и усердием юная красотка протоптала себе дорожку к ведению с начала патрульной рубрики. Позже ее пригласили стать лицом и автором спортивного проекта в игре. А сейчас она уверенно себя чувствует продюсером и ведущей дневных выпусков в прямом эфире. А еще у Алины модельное прошлое. Она завоевала титул юной «Мисс Лав Моделс» на конкурсе. Что ж, вот они какие – люди, которые делают новости для вас. И, конечно, это только маленькая часть нашей потрясающей команды. Но, уверяем вас, каждый в нашей телевизионной семье по-настоящему ценный бриллиант. Елена Джан, Алина Багрянская – Наши новости. И это все новости к этому часу. С вами этот вечер провела Анастасия Шерстобитова. Хорошего вам вечера. Анастасия Шерстобитова